Медитация Когда ты концентрируешься, останавливаешь свой внутренний диалог, просто находишься в состоянии медитации, вот именно в позе лотуса, либо лежа, какую-то мантру можешь читать, либо же музыку медиативную слушать. Главное все это делать с внутренним покоем, то есть внутри ты должен быть максимально спокоен, и эта энергия сначала будет тебя наполнять, то есть поначалу ты будешь наполняться сексуальной энергией, и она захочет выйти через привычный энергоцентр, через наши половой энергии. Она будет посылать тебе сигнал, эта энергия в виде похоти, в виде того, что пойди слей быстрее, и ты должен не поддаваться на это, и просто взять и переждать, перетерпеть этот момент, и энергия пойдет вверх, и похоть тебя покинет, потому что энергия захочет выйти уже через верхние твои каналы. Давайте вернемся к чакрам. Дальше, кому не интересно, могут не смотреть, мы будем говорить сегодня про чакры в том числе, что есть 7 чакр у человека, некие такие вот энергоцентры, вот от 1 до 7, и первые 3 нижние чакры отвечают за самое грубое проявление в нашей жизни. То есть это секс, спаривание, чисто бизнес, какой-нибудь ревность, какие-то низкие вибрации, но это я утрирую на самом деле, то есть я недостаточно грамотно описал, потому что первая чакра отвечает за выживание, муладхара чакры, вторая чакра за удовольствие, за наслаждение, и третья чакра за силу воли, то есть за какие-то твои убеждения. Все это материальный мир, все это маленькое личное я, и тот, кто умеет разорвать эту связь со своим эго, становится просветленным человеком, потому что у него нету связи с тремя нижними чакрами, но он может попасть в сумасшедший дом. Почему? Потому что человек будет жить в другом измерении, в другой реальности, и он не сможет жить в обычном материальном мире, ему будет очень сложно. Верхние каналы, чем выше твоя энергия, тем более тонкое ты существо. Здесь уже уровень мыслей, тут уровень восприятия, тут уровень связи с Творцом, здесь уровень чувств, здесь уже более материальные, как я уже и сказал, наши составляющие. Как-то так, мои дорогие друзья, если вам было интересно, и вы хотите видео про какую-то отдельную чакру, я хочу записать видео про вишутха или анахата чакру, это либо горловая, либо сердечная чакра, запишу, пожалуй, про и то, и другое, если вам будет интересно, если вам действительно это нужно. Но пока что я с вами прощаюсь, спасибо, что посмотрели это видео до конца, если оно было вам интересным, я смог грамотно поделиться с вами информацией касаемой медитации, хотя было достаточно все коротко сказано, что ты наполняешься энергией, что у тебя приходит сигнал в виде похоти, и человек, который медитирует, он хочет там слить неосознанно, может какая-то полюция у него будет осознанная от медитации, потому что энергия наполняется этим. Но ты не чувствуешь опустошение, потому что при помощи медитации можно восстанавливаться за считанные сутки. Ты просто берешь энергию из свободного источника, из бесконечного источника энергии, ты берешь его для своего маленького существа и наполняешься любовью. Чем больше в тебе любви и гармонии, наработанные от медитации, тем более качественная твоя жизнь, мой дорогой друг. Спасибо, что посмотрел это видео еще раз. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok